Привет, я Оксана, и я вижу там, где живу. Я начинаю свой новый, второй по счету, влог 2023 года. Действительно, хочется пока подчеркивать, потому что все равно, наверное, весь январь будет еще такое немножко праздничное волшебное настроение. Более того, что у нас здесь настоящая зима, я вижу морозные узоры на стеклах. Наверное, вы сейчас видите, что я несколько щурюсь, потому что у нас стоят солнечные дни. Поэтому есть такое ощущение, знаете, некоторое чудо и волшебство. Город усыпан снегом, и хочется создавать что-то такое теплое, уютное, очень приятное. И, конечно же, вязать из шерстяных составов. Ну, в общем-то, я, конечно, с вами буду делиться, что я вяжу, какие проекты продвигаю. Но я буду продвигать максимально те проекты, о которых мы с вами разговаривали в прошлом влоге. Но также буду рассказывать вам про новую пряжу. Да, у меня уже появилось два новых моточка, о которых я вам обязательно расскажу. И еще одна пряжа, я думаю, что в ближайшее время ко мне подъедет. Я продолжаю ту же самую тенденцию, которая у меня была в 2022 году. Я все равно буду стараться максимально извязывать пряжу из своих запасов. Буду стараться минимальное количество пряжи покупать, особенно если это пряжа впрок. И если я покупаю пряжу, то, скорее всего, это пряжа на какие-то ближайшие проекты, которые я буду извязывать в ближайшее время. И, конечно же, буду делиться с вами. Я надеюсь, этот влог будет насыщен, интересен вам. И вам будет приятно провести со мной время. Может быть, провязать вместе со мной. Приятного просмотра. Знаете, бывают такие дни, когда крокодил не ловится, не растет кокос. Вот у меня почему-то начались такие дни, видимо. Ну, я надеюсь, что сегодняшним днем это все закончится. Дело в том, что я хотела начать этот влог с новой пряжи, но я не могу ее забрать. По разным причинам. Дело в том, что мне пришла посылка в СДЭК. И в один день я пришла, и СДЭК был закрыт. Ну, в связи с праздниками ржедневственскими. Хотя я специально посмотрела на сайте, ничего не было указано. А про новогодние праздники они писали. В определенные дни пункты выдачи не работают. Когда я ходила, ничего не было написано. Причем погода была минус 24 на улице. Я все равно пошла. Да, СДЭК был закрыт. Я пряжу не забрала. И вот сейчас погода около минус 30 градусов. Ну, где-то минус 28 днем. Небольшой ветер еще. И мне до этого СДЭКа и ехать вроде бы как-то нелогично. А пешком идти 20-25 минут. В общем, 25 минут туда, 25 минут обратно. При 30-ти градусном морозе как-то не очень комфортно идти. Не очень хочется. Поэтому пряжу я до сих пор не забрала. Но все-таки я подумала, что влог-то снимать надо. Более того, что сегодня я начала еще снимать мастер-класс по носочкам Хеликсом. Вот эти. И тоже у меня что-то не получается. Мне не нравится свет. Мне не нравится, как я говорю. Потому что, конечно, в мастер-классе нужно четко и понятно все объяснять и говорить. Но что-то я сегодня какая-то косноязычная. В общем, все отложила. Решила снять хотя бы кусочек влога. Тем более, что рассказать-то, в общем-то, есть о чем. И даже новая пряжа у меня есть. Хоть и другая. Ладно, пожаловалась. Надеюсь, что не особенно вас утомила своими жалобами. Но бывает, да? Высказывать мне легче стало. Спасибо вам за психологическую поддержку. И да, давайте поговорим про новую пряжу. Я обещала, на самом деле, что я буду пробовать пряжу Artisan. Я вязала из нее всего лишь один раз. Вязала из однотонной расцветки. Это был ярко-розовый моточек. Я сейчас уже не вспомню номер. Но я обязательно оставлю ссылку на видео, где я рассказываю про свои носки. И у меня было ощущение, что пряжа должна быть мягче. Потому что до этого я как-то трогала пряжу в моточках. И мне она казалась невероятно мягкой. А в носке она получилась какая-то жесткая. И у меня было предположение, что пряжа секционной расцветки, она как будто несколько помягче, чем однотонной расцветки. И даже помягче, чем Alize Comfort Socks. Хотя такие разные отзывы на эти две пряжи. Кто-то говорит, что это одно и то же. Кто-то говорит, что это абсолютно разные виды пряжи. У меня есть пока ощущение, что Comfort Socks, ну вот после вязания тех розовых носков, что Comfort Socks она и попухлее, и помягче, что ли. И для того, чтобы все-таки убедиться в том, одна и та же это пряжа или разная, я решила все-таки себе два моточка артисан купить. Более того, что я поняла, что у меня абсолютно нет мужских расцветок пряжи. Ну, я вообще не особенно придерживаюсь того, что есть только мужские или только женские виды пряжи, но я прекрасно понимаю, что не все мужчины будут носить яркие носки, да. Ну, такой вот у них выбор, и я стараюсь это уважать. И я не буду вязать ярко-розовые носки мужчине, которые все-таки носят такую синю-коричневую, например, сине-черно-коричневую гамму. И поэтому я купила вот такие два моточка, ну, скажем так, мужских расцветок. Хотя, конечно, они и для женских носков абсолютно спокойно подойдут. Специально подобрала две расцветки, одна из которых локального цвета. Это темно-синий такой красивый цвет и одна расцветка секционная. Причем, насколько я понимаю, это новинка. И знаете, уже даже сейчас я могу вам сказать точно, что вот эта пряжа мягче мы в мотке, чем однотонная. Ну, опять же, надо вязать носки и смотреть, как это все будет в носках. Но, знаете, что меня смутило сразу? Когда я покупала, я видела, что точно такая же расцветка есть у Comfort Socks. Вот она точно такая же. Я уж не знаю, конечно, может быть, она в носках по-другому будет раскладываться, но мотки выглядели абсолютно одинаково. Я даже когда у продавца просила моточек артисана, она не видела там, так, витрина была расположена. Я показала на Comfort Socks и сказала, вот мне такого цвета только артисан. Это меня, конечно, немножко смущает, потому что, ну, зачем делать пряжу одну и ту же, но клеить для нее разные этикетки? В общем, мне пока это не очень понятно. И еще, знаете, что заметила, что артисана, вот если говорить про такие мужские расцветки, скажем так, практически все секционные пряжи, даже если присутствуют там синий, коричневый, черный цвет, всегда есть белые вот такие секции. Я понимаю, что не каждый мужчина будет носить такие носки, особенно если носить в обувь, да, и эти носки выглядывают из обуви иногда, там, когда, например, мужчина садится, да, и брючина немножко поднимается. Поэтому вот секционный, такой вот прям мужской-мужской расцветки я не нашла. Может быть, в магазине не было, но я посмотрела в каталоге, вроде бы там тоже не особенно много таких расцветок. Вот у Aliza Comfort Socks есть классная расцветка, как раз связала носки до Нового года, вот они мне очень понравились, и мне показалось, что это универсальная расцветка для мужчин. Но, тем не менее, слишком много разговариваю, мне сейчас еще в комментариях за это попадет. Давайте я вам скажу, что это цвет 797, очень красивый синий, такой классический синий цвет. Планирую из них какие-то вообще базовые носки связать. И вот такой цвет, как я уже сказала, что это новинка, 9013, секционной расцветки. Здесь серый, такой, я бы сказала, терракотово-коричневый цвет, черный, ну и белый. Интересно, как будут раскладываться эти носочки. Эта расцветка в носочках. Надеюсь, что в ближайшее время тоже эти носки буду вязать, потому что мне сейчас что-то надо мужские носки вязать. Но пока не начинаю, пока и так много проектов в работе. Все-таки однотонные расцветки Artesana, они прям какие-то жестковатые. Мне кажется, что все-таки Comfort Socks этим отличается от Artesana. Ну, буду пробовать, буду вам все рассказывать. Что касается других проектов, даже не знаю, что вам показать, потому что свитер подруги, я вам его обязательно покажу как-нибудь в одном из включений. Но пока, в общем-то, там ничего не происходит, очень много петель, и вы даже не заметите, что что-то изменилось. Но давайте я вам покажу, тем не менее, другой свой достаточно большой глобальный проект. Это начало работы над кардиганом. Я уже начала вязать спинку, вы видите, что я отвязала резинку и начала вязать узоры. Вяжу на спицах номер 4, хотя хотела на 3,75. Ну, в общем, у меня какое-то было такое сомнение. На 4 слишком рыхло, на 3,75 как будто все равно воздуха не хватает. Вроде бы разница такая совсем небольшая, но почему-то мне так показалось. Я, знаете, что сделала? Я взяла деревянные спицы, четверку. Я на деревянных спицах вяжу несколько плотнее, и вот сейчас, даже до стирки, плотность мне нравится. Вяжется достаточно быстро, несмотря на то, что здесь вроде бы такие вот жгуты. Узор очень простой, легко запоминается, но, возможно, я, потому что четвертый уже этот кардиган вяжу. Параллельно объясняю девочкам моим, мастерицам в совместнике, как вязать этот кардиган. Тоже на этом останавливаться не буду, да, в совместнике вяжем кардиган сейчас, и я вместе с ними вяжу его. Что еще хотела бы вам показать? И это даже не вязание. Я в прошлом в своем блоге рассказала, чуть-чуть пошуршу, что я немножко поделюсь своей вышивкой. Я начинающий вышивальщик, поэтому не судите, пожалуйста, меня строго. Я как-то начинала вышивать один набор. Ну, понятно, в детстве что-то вышивала, но это я даже не считаю. Но набор мне показалось, что я выбрала очень сложный для новичка, и я его, в общем-то, быстро забросила, потому что, ну, было очень сложно вышивать. Там были очень такие тонкие переливы цветов. Цветов было очень много, и более того, схема была черно-белая. В общем, там было по два, по три крестика разных цветов, а сам набор, ну, сама картина, да, скажем так, это должна получиться, была достаточно большая. И вот сейчас я выбрала для себя, на мой взгляд, намного проще набор. Это набор от фирмы Овен. Он называется душистые травы. Так, сейчас достану. Достала, чтобы не обликовала. Мне кажется, что очень даже красивое подно должно получиться на кухню. Я специально выбирала, чтобы не было очень много крестиков, да, чтобы была такая зашивка, правильно я говорю или нет, не знаю, не очень плотная. Мне кажется, для новичка очень даже неплохой набор. Заранее говорю, что если я что-то, какие-то термины говорю неверно, прошу прощения, я новичок, я не смотрю там, например, много вышивального ютуба, иногда посматриваю, что-то там уловила, что-то не уловила, что-то забыла. Поэтому исправляйте меня, конечно, но тоже не особенно ругайте, да. И недавно смотрела канал Юли, если я не ошибаюсь, ссылочку на нее оставлю. Она вяжет и вышивает. И она как раз говорила про наборы Овен. И говорила о том, что они бывают в составе с нитями от ПНК имени Кирова. А второй вид нити я сейчас не вспомню, какой они используют. И вот она немножко поругалась так на нити ПНК имени Кирова. И сказала, что сначала вроде бы не понимала, почему не особенно хорошо к этому относятся. Но в итоге она поняла, что нити не самые лучшие. Что у нее там даже какие-то крошатся, расслаиваются. Я пока ничего не имею против, ну, потому что у меня нет опыта, да. Но единственное, что я заметила, что не всегда нити одинаковые по толщине. И, соответственно, если одна нить тоненькая, вторая толстенькая, то крестик получается объемнее, чем предыдущие крестики из других нитей, да. Ну, из другой, там, не знаю, пасмочки нити. И получается, что такое несколько неровное полотно крестов. Правильно я говорю? Ну, да ладно. В общем, пока вышиваю. Мне кажется, для новичка все нормально. Набор был не слишком дорогой. Я уже сейчас не вспомню. Мне кажется, около 700 рублей. Ну, понятно, что это не копейки. Но я посмотрела, сколько вообще наборы стоят. И я подумала, что это вообще-то не очень дорого. Так вот, давайте покажу, что я уже вышила. Я сейчас вышила вот эту часть. Это базилик. И мне кажется, что это самая сложная часть в этом наборе. Потому что она такая, видите, насыщенно-зеленая. Здесь тоже очень много всяких зеленых оттенков. Я, конечно, много где уже напуталась. Что-то распускала, что-то. Ну, распарывала, да. Что-то переделывала. Что-то там уже подгоняла. Когда невозможно было распороть половину листа. Листочка базилика. Но в целом, вроде бы, выглядит неплохо. Я вот уже перешла на цветочки этого базилика. И думаю, что все остальное дело пойдет уже быстрее. Но что еще у меня тут? Какая проблема случилась? Я вообще первый раз столкнулась с темой полукрестов. Я вообще не знала, что это такое. Ну, то есть, как примерно представляла. И вот здесь у меня идет такая тень полукрестиками. И я частично вышила ее. И вчера, обратила внимание, то есть, я уже вышила достаточно давно. Но вчера что-то стала смотреть набор более внимательно. Это, конечно, надо было делать сразу, а не через какое-то время после того, как я начала вышивать. Оказалось, что эти полукресты надо было вышивать одной ниточкой. А я вышивала двумя. А этой тени достаточно много по всему этому изображению. То есть, вот здесь везде тени идут. Около каждой травинки там есть эти тени. Я сначала подумала оставить так. Но теперь я все-таки думаю, что я, наверное, вот эту часть распарю. И буду переделывать. Потому что, во-первых, тень будет смотреться более изящно, что ли. Не настолько навязчива все-таки эта тень. Она такая полутоном должна быть. Ну и плюс ко всему, я боюсь, что мне тогда нити не хватит, если я все буду вышивать в две ниточки. В общем, вчера немножко подрастроилась. Ну, вроде вышила немного этой тени. Поэтому не страшно. Вот, что вы думаете про этот набор? Расскажите, если вы вышивали. Мне пока очень нравится. Вы знаете, я вот себя поймала на мысли, что вязание для меня это уже все-таки больше работа. И когда хочется отдохнуть, у меня руки тянутся не к вязанию. Ну нет, к вязанию тоже, конечно, тянутся. Но сейчас такие проекты, которые как бы вязать немножко надо, а не хочется. Вот, и поэтому у меня сейчас вот вышивка очень хорошо пошла. Я вот два вечера, мне кажется, прям запоем вышивала. Хотя вообще начала вышивать эту вышивку, мне кажется, в конце октября. И очень люблю сейчас читать. Вот чтение и вышивка для меня невероятный отдых. Я бы, конечно, с удовольствием еще и погуляла. Но погода пока не располагает. Сегодняшний кусочек видео начну с новой пряжи, о которой я, в общем-то, вам уже говорила, что не могла никак получить посылку. Посылку я получила вчера, наконец, за ней сходила. Вчера у нас было чуть-чуть потеплее, 22 градуса. Ну как чуть-чуть, почти на 10 градусов. Я все-таки решила прогуляться, дойти до своей пряжи. Но распаковки, как видите, не случилось, потому что так много писала про эту пряжу в телеграмме своем. Если вы еще не подписаны на мой телеграм, туда обязательно проходите, смотрите и комментируйте. Я там часто публикую какие-то новости, какую-то информацию. И в том числе и вот про посылку. И девочки многие писали уже о том, что они больше меня ждут, эту посылку. Поэтому я все-таки вчера решила ее открыть и распаковку устроить именно в телеграмме. А сегодня вы же видите открытые моточки. Да, мне самой не терпелось посмотреть на пряжу, которая мне пришла. Потому что эта покупка была для меня такой, я бы сказала, не совсем типичной. Потому что, во-первых, норка для меня незнакомая пряжа. Несмотря на то, что у меня есть и бобинная пряжа, норка. Мне ее дарила Саша с канала Визамания. Синего, очень красивого цвета. И вот, по-моему, прям такие же моточки, только другого бежевого цвета. Мне дарила Алена Терещенкова. И не знаю, почему эту норку я не взяла с собой. Мне очень почему-то хочется повязать вот с такой пушистой пряжи. Я думаю, что многим известно, да, что это ангора, что это пух ангорского кролика. Из ангоры я вязала, но вот конкретно из той пряжи, которая называется норка, нет. И я заказывала вот такие яркие моточки. Вы видите, какой цвет, просто, ну вы видите, да, насколько мне захотелось яркости. Сама не ожидала, долго выбирала. И постоянно у меня глаз падал на этот цвет. Хотела что-то другое, понимала, что это не совсем мой цвет. Но нет, решила все-таки пойти на поводу своих эмоций. Подумала, что будет классная такая шапка. У меня темно-серо-коричневый такой пуховик, ну типа пальто зимнего. И хочется вот какого-то контрастного аксессуара туда. При том, что у меня свои шапки такие обычно либо серые, либо бежевые. И вот захотелось такого яркого аксессуара. Но вы знаете, сейчас смотрю на эту пряжу. Поскольку я покупала упаковку, у меня, кстати, тут пакетик от упаковки порвался. Поэтому так вам его показываю. Заказывала упаковкой. И поэтому заказала, понятно, 5 моточков, а не 2, как, наверное, на шапку надо было бы. И теперь думаю, что может быть мне джемпер такой связать. Ну вот очень хочу джемпер такого цвета. Совсем мне не хватает цветов, видимо, сейчас. Поэтому не могу обещать, конечно, что в ближайшее время джемпер именно начну. Может быть все-таки я решу связать шапку. Потому что хотела связать, в общем-то, 2 шапки. Одну шапку связать для себя. А по-второй снимать мастер-класс, если бы эта шапка удалась. Но тут у меня маленький спойлер. Вполне возможно, я буду вязать шапку, но из другой пряжи. Тоже для мастер-класса. Но посмотрим. Пока ничего обещать не буду. Вот такая у меня покупка. Фирма Менка. Насколько я понимаю. Понятно, что тут нет никаких понятных для нас написаний. Но если я не ошибаюсь, тут 350 метров в 50 граммах. Цвет 834. И процентный состав ангоры и полиамида точно не напишу. Скорее всего, что там даже и не ангора указана, а именно пух норки. Я подпишу. Буду писать пух норки, если это написано так. Но вы понимаете, что это, конечно же, не пух норки. Но в этой посылке, помимо этой пряжи, была еще одна упаковка пряжи. Я вам ее, конечно, покажу. Но пряжа не моя. Хотя, кто знает. Может быть, она станет и моей. Посмотрим. Дело в том, что меня попросили заказать пряжу для детского пледа. Буду вязать этот плед не я, а женщина. Она хочет вязать плед для своей внучки. Мы долго думали, какую пряжу заказать. В итоге я в том числе консультировалась с девушками в Телеграм. Я хотела пряжу на основе хлопка. А я конкретно все-таки настояла на том, чтобы вязать из 100% хлопка. Хотя я прекрасно понимаю, что многие пледы вяжут из полухлопка. Но вот как-то я все-таки детские пледы вижу именно в натуральных материалах. Может быть, я не права. Не знаю. Вот. И долго я опять же в Телеграме с девочками общалась. Мы консультировались по поводу того, кто какой хлопок пробовал. И я заказала вот такой хлопок Гиза. Гиза Мэтт от Газал. Это натуральный хлопок. Насколько я понимаю, он должен быть не мерсеризированный. Не мерсеризованный, да. В 100 граммах 250 метров. Я этот хлопок не видела. Я выбрала по метражу. И знаете, из-за чего я немножко расстроилась? Мне кажется, что для такого метража 100 грамм 250 метров я не буду доставать из упаковки, потому что не мне, да, это упаковочка. Посмотрите, какой он тонкий. Мне кажется, что он невероятно тонкий. То есть, если бы это был моточек 50 грамм, 50 грамм 250 метров, то да, в принципе нормально. Но тут 100 грамм. Я сравниваю с пряжей от Сиам Гавайи, из которого я вязала джемпер. И это 50 грамм их 120 метров. То есть метраж почти такой же. Она раза в два, мне кажется, толще. Или взять, недавно выпустила видео про пола хлопковое мое, да, я вязала крючком. Там в 50 грамм их 250 метров. И мне кажется, вот там такая же тоненькая нить. В общем, я не знаю, в чем секрет, почему такая пряжа тонкая. Я бы могла подумать, что может быть она каким-то образом перевоплощается и становится пухленькой. Хотя для хлопка это, конечно, совсем не характерно. Но тут и указано, что нужны спицы 2,5 и 3. В общем, я даже не знаю, что делать, потому что вроде бы меня просили достаточно такую пухленькую пряжу, объемную. Не то, что пухленькую, а чтобы было комфортно вязать там на 3, на 3,5. Но эта пряжа для 3,5, мне кажется, все-таки тонкая. Ну и, в общем-то, и производитель указывает 2,5-3. В общем, не знаю, что будет с этой пряжей. Я, честно говоря, немножко в замешательстве. И, возможно, я как раз этой женщине предложу перекупить у нее этот хлопок. Потому что мне этот хлопок нравится самой. Мне очень нравится цвет. Хотя вот у вас он передается, конечно, неправильно. Вот такие мятные оттенки, они совсем неправильно передаются на камере. Это вот действительно такой светло-светло-мятный цвет. Я бы сказала, что цвет Тиффани. Но, может быть, немножко поголубее. Цвет 5582. У меня здесь полная упаковка. 5 моточков по 100 грамм. И, как я уже сказала, да, что тут вроде бы указано, что это натуральный хлопок. Но он такой немножко поблескивает. Как будто, я бы сказала, что он как будто с мерсеризацией. Но, в общем, не знаю я. Что-то я немножко по-другому себе пряжу представляла. И да, действительно, когда заказываешь пряжу в онлайне, да, когда ты ее не видишь, не можешь потрогать. Это немножко кот в мешке. Ну, вот почему-то думала, что с хлопком-то я не ошибусь. Ну, вот видите, какой у меня получился момент. Ну, посмотрим. Хлопок все равно лишним не бывает. Хлопок натуральный, классный. Все хорошо с ним. Тем более, отзывы на него очень хорошие. Может быть, просто он действительно не для пледа. Но я все-таки для вас посылочку одну приберегла. Это не пряжа, но связана все-таки с вязанием. И быстренько скажу, что эта вещь у меня вообще-то есть. Но, к сожалению, я ее с собой не взяла. И думала, что мне она не пригодится. Но нет, она мне пригодится. Мы сейчас с вами откроем эту коробочку. Посмотрим, как упаковано. Потому что та вещь, которая у меня, опять же, была, я покупала ее с рук. Новой у меня не было. Поэтому мне самой очень интересно. Давайте будем открывать. Давайте будем смотреть, что там. Посмотрите, тут даже есть какая-то наклеечка. Видимо, производитель даже меня порадовал наклеечкой. То есть не производитель. Конечно, это перекупленная вещь. Но, видимо, продавец, да? Решил меня порадовать. Итак, смотрим. Вы уже, наверное, понимаете, что это. Да, это моталка пряжи. Самая-самая простая. Вот так она выглядит пока в разобранном виде. Я ее буду собирать. Так, в общем, вот это, насколько я понимаю, сюда будет как-то нанизываться. Это прикручивается к столу. И вот здесь надо как-то зафиксировать вот этот штырек. В общем, буду разбираться. Да, поскольку я покупала до этого срок, у меня была, она уже собрана. С ней все было хорошо. Надо ее протестировать. И, кстати говоря, не хотела покупать новую. Тоже подумала, куплю где-нибудь на Авито. Но на Авито на эти моталки такие цены, что, знаете, на Малберсе было дешевле покупать. Поэтому пришлось купить новую. Хотя я совсем была не против купить какую-то поддержанную, знаете, на Авито. И продавец мне еще тут подарочки положил. Так, посмотрим. Это, наверное... Да, посмотрите, тут написано, как пользоваться этой моталкой. Видимо, это продавец тоже кладет, потому что понятно, что это моталка китайская. И вряд ли там что-то по-русски написано. Я прочитаю. И вот от продавца еще такие вот презентики. Кстати, очень даже неплохие карточки. Если вы или дарите, или продаете свои аксессуары, здесь можно написать состав, как стирать, как ухаживать. И вот даже веревочки какие-то, ну и наклейки. Ну, приятно. Такие мелочи. Это, конечно, мелочь, но очень приятно. В общем, моталку я буду пробовать, потому что у меня должна быть притепряжа, как раз для мастер-класса, которую мне придется разматывать. Вот. Ну, сейчас буду тестировать. Надеюсь, что с моталкой этой все будет хорошо. Ну и давайте все-таки поговорим про мои процессы, которые на самом деле не особенно хорошо продвигаются. Как-то вот, не знаю, во-первых, я снимаю мастер-класс по этим носочкам. С мастер-классом у меня как-то не все сладкое, не сразу клеится. То мне свет не нравится, то начинается ремонт, то я переснимаю какие-то кусочки. Поэтому у носка я всего лишь провязала вот такую часть, связала паглинки. Вот сейчас планирую снимать мастер-класс на пяточку. В общем, надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Хотя я уже вижу, что такой свет. Вы знаете, сейчас не то чтобы темно, а сейчас очень светло. Но из-за солнца очень сильные как раз-таки тени. То есть я стою подальше от солнца, но из-за этого такой темный фон. Ну, может быть, получится немножко у меня высветлить при монтаже. Кардиган показывать не буду, я его почти не продвинула. Но покажу вам свитер подруги, который я продвинула. Но я думаю, что это не особенно будет заметно. Я хотела все-таки разделить на тело и на рукава, и потом уже вам показывать. Но все-таки вот пока есть время снимать для влога кусочек, я решила снять. Да, мне осталось совсем чуть-чуть. У меня осталось буквально пару рядов для того, чтобы до того момента, когда я буду отделять тело от рукавов. Вот сейчас регланная линия по переду у меня составляет 29 сантиметров. Ну, то есть чуть-чуть она вытянется после стирки. Где-то будет 30-31. Ну, то есть даже будет 30 сейчас, потому что еще там пару рядов я свяжу. В итоге она где-то выйдет 31, потому что немножко потянется и под своим весом потянется это изделие. И да, сейчас очень большое количество петель на спицах. И действительно очень медленно продвигается это изделие. Но мне почему-то кажется, как только я разделю это изделие на рукава и на тело, будет все вязаться уже быстрее. Ну, посмотрим. Конечно, сейчас есть некоторое волнение, потому что надо разделить на детали, померить хотя бы на себе, как это смотрится, как это сидит. Не знаю, буду ли я стирать или нет, потому что, конечно, посадка будет более понятна, если вот этот вот узор разойдется. Поскольку он, конечно же, после стирки будет вот такой, да, а не такой, как сейчас. И вот. Хочу, конечно, продвигать сейчас максимально это изделие, но кардиган мне тоже надо продвигать, потому что, вы знаете, что я по нему делаю совместник. А там у девчонки некоторые так быстро вяжут, что я за ними не успеваю. Поэтому тоже тормозить с ним не хочется. Ну и вот норка ко мне пришла, на которой у меня сейчас и глаза просто горят, и хочется из нее связать хотя бы образец. Субтитры сделал DimaTorzok Так много раз за эту неделю мне удалось подключиться к вам в эфир, скажем так, но я большую часть времени потратила для того, чтобы снимать мастер-класс. Я, кстати, надеюсь, что этот мастер-класс в ближайшее время выйдет, или он уже вышел до этого влога, не знаю, что я смонтирую раньше. Ну да, я довязала свои носочки, как раз по которым я снимала мастер-класс. Носочки хорошие получились, мне очень нравятся. Осталось у меня совсем чуть-чуть пряжи. Вот такие два моточка пряжи ручного крошения, ну и тут, по-моему, около 20 грамм. Да, наверное, около 20 грамм пряжи Nord. Сами носки весят 74 грамма, и вот основной нить у меня ушло 47 грамм, если я не ошибаюсь, 48 грамм. То есть, если у вас, например, есть моточки по 50 грамм насочной пряжи, иногда насочная пряжа продается по 50 грамм, то вы совершенно спокойно можете использовать их на хеликсы. Причем вот это именно тот цвет, который используется в резинке, в пяточке и в мысочке. Ну, понятно, что на женские носки хватает 50 граммов, это на 39 размер носки. Понятно, если будут мужские, то, скорее всего, нужно будет чуть больше 50 грамм. В общем, я не перестаю петь одо хеликсом, и тому, что очень удобно именно в таких носках использовать остатки пряжи. Надеюсь, мастер-класс будет понятный, и многие смогут им воспользоваться, потому что действительно очень много от вас вопросов по поводу того, как я вяжу хеликсы на круговых спицах. Я показываю именно, как я вяжу на круговых спицах. И как-то часто меня в последнее время спрашивают про обратный клин подъема, поэтому я использовала обратный клин подъема в этих носках, тоже о нем рассказываю. Что же с остальными моими проектами? Еще основной акцент на этой неделе я делала вот на этот свитер подруги, уже условное такое название, да, я думаю, что все понимают. И что с ним? Я его буду перевязывать. Я думаю, что это уже целый сериал. Надеюсь, я не слишком сильно раздражаю вас этим, не буду поэтому сильно останавливаться. Я уже пока вязала вот эту часть свитера, понимала, что у меня широкие рукава получаются, и все-таки решила довязать до того, как разделила на рукава и на тело. И примерив, поняла, что да, очень широкие рукава можно оставить и так. На самом деле это не слишком такая серьезная ошибка, но я что-то в последнее время стала каким-то перфекционистом в конструировании. Мне хочется доводить изделие до ума, мне хочется, чтобы оно было хорошее. Тем более, если я вяжу подруги, и мне хочется, чтобы она носила это изделие с любовью. Мне уже подруга сама, я уже ей написала, что я, скорее всего, снова буду перевязывать. Извинилась за то, что так долго, не могу ей отдать этот свитер. Она мне уже сказала, что, господи, как он тебя мучает. На самом деле нет. Мне, видимо, самой хочется с этим помучиться. Ну, понятно, что я подруге свитер никак не могу отдать. Но когда мы начинали с ней всю эту заварушку со свитером, я ей сразу сказала, что я вязать буду долго. Потому что модель для меня пока непонятная. И буду все-таки искать время. Ну, то есть не смогу постоянно вязать. На что она мне сказала, что хоть год вяжу, видимо. Год я его и буду вязать. Второе изделие продвинуло совсем немного. Это кардиган, точнее спинка кардигана. Так, петли у меня тут слетают. Спинка кардигана для моего совместного проекта. Я уже выдала девочкам весь материал, как вязать спинку до пройм. Мне самой сейчас быстренько нужно довязать до пройм, чтобы выдавать следующие совместники. Я никого не тороплю. Каждый вяжет в своем темпе. Я лишь стараюсь выдать информацию, чтобы для того, чтобы кто-то уже когда довяжет до того или иного момента, чтобы у него была информация дальше. У нас просто в совместнике каждый вяжет, как я говорю, в своем темпе. Поэтому кто-то уже чуть ли не до пройм рукавов дошел, а кто-то еще пряжу подбирает. Я считаю, что это нормально. Я не хочу никого торопить. Мне важно, чтобы у каждого был свой комфортный темп. И стараюсь отвечать максимально на все вопросы, у кого появляется. Потому что, опять же, разные уровни вязальщиц у нас в группе. Кто-то на лету схватывает и сто раз, грубо говоря, такое делал, а кто-то только начинает. И я стараюсь всем донести информацию максимально подробно. И как кардиганы сейчас, вот у меня сегодня суббота, на утро субботы, за эти выходные я постараюсь максимально спинку продвинуть. Но тоже сильно на ней не останавливаюсь. В общем, сейчас пока ничего интересного. Из новенького, да, я начала новый проект, я закончила одни носки и снова начинаю другие. Правда, еще только набрала петельки и провязала первый ряд. Несмотря на то, что я связала очень большое, ну, мне кажется, большое количество носков на подарки к Новому году, у меня еще должки остались. Я еще не всем подарила носки. Я думаю, что ничего страшного, никто от меня их не ждет. Но если придут подарки чуть позже, чем Новый год, да, даже пусть они придут в феврале, обычно все радуются носкам, и пусть даже это будет подарок без повода. Поэтому я все-таки хочу обеспечить носками всех, кто у меня был запланирован. У меня тут еще подкатываются некоторые просьбы на носки, да. Это такой, как снежный ком, когда ты кому-то даришь носки, люди понимают, насколько это классно, да, и начинают просить еще. Ну, понятно, что я уже так выставляю в очередь. В общем, у меня, наверное, в ближайшее время еще планируется около пяти пар носков. Из них где-то три мужские, причем две мужские на большие такие ноги. И вот одну мужскую пару я начала вязать. Я вам показывала эту пряжу. Это пряжа Artisan от Alize, цвет 797. И вот именно большие носки из этого пряжи, из этой пряжи мужские большие будут связаны. Ну, я конкретно под эти проекты, под эти мужские носки и покупала эту пряжу. Ну, рассказывать пока нечего. Наверное, не буду даже останавливаться на том, что я планирую, какие носки планирую вязать. Лучше я в следующем влоге вам все это расскажу и покажу. Ну, что касается вязания, по-моему, все. Не очень большие продвижения. То есть продвижения-то большие, но как будто все-таки еще топчусь на месте. Ну, хотя бы одна готовая работа есть. И в начале этого видео, когда я показывала вам вывешивку, я также вам сказала, что у меня сейчас... Для меня сейчас вязание это немножко работа. Ну, это не в таком плане работа, которая, знаете, как я вспоминаю, иногда вставала утром, чтобы идти в офис. И прям себя пересиливала, перебарывала, чтобы идти. Нет, я с удовольствием делаю эту работу. Но от работы иногда хочется отдыхать. Я вам говорила, что я отдыхаю с помощью вышивки и книг. Так вот, про вышивку я вам показала. Давайте немножко про книги поговорим. Хочется сказать про эту книгу, потому что эту книгу советовали многие из моих зрителей, подписчиков в Телеграме, в Ютубе, в Дзене. И я никак не могла эту книгу начать читать. Хотя эту книгу, по-моему, читали года два-три назад просто все подряд. У меня такое было ощущение. Но я какой-то, может быть, в этом плане немножко тормоз. Я не всегда читаю книги именно тогда, когда они на таком пике популярности. И это книга английской, британской писательницы Дианаси Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Опять же, если вы читали, прошу не спойлерить. Я пока эту книгу только начала. Сразу могу сказать, что я не особенный любитель такого жанра. Это жанр типа готического романа или неоготического романа. Потому что готический роман — это все-таки, наверное, «Сестры Бранте» или «Дафнен Дюмарье». Понятно, что они писали намного раньше, чем Диана Сеттерфилд, которая, в общем-то, выпустила, по-моему, как раз первую книгу в 2007 году. Ну, вот эту первую книгу. И хотя я читала с удовольствием «Сестры Бранте», ну, наверное, это была школа. Хотя я не могу сказать, что «Грозовой перевал» — это мое любимое произведение. Я больше, наверное, от него была в таком немножко шоке, потому что совсем неожиданный для меня был роман. Но надо перечитать, на самом деле. А «Дафнен Дюмарье» я читала Ребекку, и вот Ребекка мне совсем не понравилась, вот вообще не понравилась. Ещё, может быть, можно сравнить эти типы произведений с Кейт Мортон. «Забытый сад», по-моему, да, достаточно известная книга вот у Мортон, хотя у неё много, по-моему, романов подобных. И вот «Забытый сад» я вот вообще, ну, вообще мне не понравился. Но тем не менее, поскольку так много было рекомендаций именно вот этой тринадцатой сказки, я так много о ней слышала, что я её всё-таки начала читать. Я, может быть, немножко мазохист, да, я люблю читать то, что мне не нравится, но пытаюсь всё время найти прелесть даже в этом и понять, почему всем нравится, а мне нет. Ну, не всем понятно, что далеко не всем нравится, но большому количеству людей нравится, а мне нет. Я пытаюсь найти что-то интересненькое. Но, к слову сказать, читается невероятно интересно, невероятно быстро. Я просто ночами не сплю. Вот я, по-моему, второй вечер вчера читала. Я даже не замечаю, как пролетают страницы. Меня увлекает история, по крайней мере, в начале. Мне немножко страшно, что я могу разочароваться в конце, потому что, если сравнивать, опять же, с «Забытым садом», то там было ровно так же. То есть, сначала меня очень увлекло, а в конце как-то мне показалось слабовато. Но об этом я вам расскажу в следующем влоге в своём. Я вам расскажу, понравилась мне эта книга или нет, потому что я уверена, что дочитаю её быстро. Буду надеяться, что вам будет интересно посмотреть мой следующий влог. Такой маленький анонс уже на следующий влог говорю, да, потому что мне хочется верить, что книгу я дочитаю. И в комментариях тоже пишите, читали вы эту книжку или нет, как вы относитесь к этим готическим, не готическим романам. Нравится вам или нет. Если нравится, то почему, обязательно напишите. Если не нравится, то тоже почему. Но очень прошу вас без спойлеров по поводу «Тринадцатой сказки». Я вообще, честно говоря, когда начинаю читать книги, даже не читаю аннотации. И даже если мне говорят, что хороший конец или плохой, это уже для меня спойлер, поэтому прошу, пожалуйста, максимум там понравилось, не понравилось. Никаких мелочей, никаких тонкостей, пожалуйста, не пишите. Моя большая просьба. Вот. Ну просто я хотела, да, отметить, что благодаря вам, благодаря вашим советам я всё-таки начала читать эту книгу. Рассказала всё, не только о вязании, не только о проектах, но получилось даже покупки какие-то свои показать, ну и вышивка, и чтение. Я надеюсь, что вам интересны такие влоги, когда я рассказываю о других сферах своей жизни, когда делюсь с вами каким-то интересным опытом в своей жизни, делюсь какими-то рекомендациями. И прошу, в том числе, советую вас, потому что во многом, да, вы мне помогаете, в том числе и всегда ваши рекомендации я запоминаю. Многие мне помогают, многие остаются у меня каким-то звоночком в голове, да, я ими пользуюсь, но, может быть, не всегда вспоминаю, откуда у меня эта информация. Поэтому буду рада вашим комментариям, буду рада вашим пальчиком вверх, если видео вам понравилось. Ещё напомню, что совсем скоро выйдет мастер-класс по носкам Хеликсом. Если ещё не вышел этот мастер-класс, смотрите у меня на канале, да, поищите там. Если не вышел, значит, в ближайшее время. Всё-таки я очень надеюсь, что выйдет, что у меня всё хорошо записалось, и что я смогу смонтировать из тех кусочков, которые у меня сейчас записаны. Буду рада подпискам, если вы ещё не подписались. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»